Жуткий коротконожка. В какое существо, по прогнозам учёных, эволюционируют мужчины? В далёком будущем мозг человека, очень умного человека, будет весить 100 килограммов и выше. Для того, чтобы держать такой большой тяжёлый мозг, надо иметь твёрдые, так сказать, кости, шею. Ошибка эволюции. Могло ли человечество зародиться на Красной планете? Когда исследовали вот этот процент кислорода, который поступает через плаценту, выяснилось, что это как раз тот уровень кислорода, который мог бы быть на Марсе. По образу и подобию. Кого на самом деле создавали древние генетики и почему в итоге получился человек? В Библии сказано, и создал Бог человека из праха земного. То есть был какой-то земной прах, по-научному генетический материал. И из этого материала необходимо было что-то сотворить. Смотрите в документальном проекте «Кто ты, папа?» Недавно учёные выдвинули сенсационную гипотезу о том, что, оказывается, было время, когда на нашей планете одновременно существовали и дарвиновские обезьяны, и доисторическая цивилизация человекообразных, погибшая во время ледникового периода. Вот с них-то по памяти много тысячелетий спустя люди и писали своих богов, которые и были отцами современного человечества. А то, что наши боги всё время улучшали породу человекообразных, так это исторический факт. Вся античная мифология построена на сексе между богами и местными самками. Так появился древнегреческий бог Персей. Как известно, он был сыном Юпитера и земной девушки Данаи. Детьми богов были египетские фараоны. Даже Будда, согласно мифам, оказался результатом простого сексуального контакта между парнем с синей чешуёй, который спустился с неба на какой-то странной конструкции, и простой деревенской девушкой, которая неосторожно прилегла вздремнуть в джунглях. Каковы доказательства у сторонников этой гипотезы? И что думает по этому поводу наука? Вы когда-нибудь задумывались, зачем мужчине женская грудь? Ведь она в действительности есть у каждого представителя сильного пола. Но мужчины не вскармливают потомство, а значит и грудь им, казалось бы, не нужна. Однако, по словам эндокринологов из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, таков эволюционный план. И наличие у мужчины молочных желёз и сосков в действительности подтверждает шокирующую версию, по которой все мы когда-то были однополыми существами. Посмотрите, до восьмой недели внутриутробной жизни между эмбрионами мужского и женского пола нет никакой разницы. В этот период у всех эмбрионов есть соски. И только после восьмой недели под действием гормонов эмбрион начинает развиваться либо по женскому, либо по мужскому типу. А это означает, что грудь у мужчин – это орган, оставшийся рудиментарным, как говорят учёные, попросту неразвившимся. Женщина и мужчина – это очень близкие, как бы по физиологическим процессам. Это факт. И бывали даже случаи, кстати, что мужчина, у которого была семья, были дети, потом стал превращаться в женщину. И полностью, через какое-то время превратился в женщину, полностью. Вот. И он ещё родил детей, как женщина. То есть, вот эта грань между мужчиной и женщиной настолько, как бы, может быть, тонкая, да, что малейшее какое-то воздействие, какое-то отклонение, да, может привести вот к этой трансформации. Именно поэтому некоторые специалисты всерьёз полагают, что Землю когда-то населяли исключительно однополые существа. Они не обладали ни мужскими, ни женскими признаками. Но дальше произошло нечто невероятное. По каким-то неведомым современной науке причинам, облик этих существ стал меняться. Женщины практически сразу обрели совершенный вид, который мало чем отличается от современного. Но вот мужчинам повезло меньше. Они, говорят учёные, походили на сгорбившуюся длиннорукую обезьяну, покрытую густой шерстью, пока не избавились от всего лишнего. Но и тут природа сыграла с ними злую шутку. Ведь мало кто знает, что у современных мужчин не все кости на месте. Невероятно. Но ещё несколько сотен лет назад в причинном органе усильного пола была самая настоящая кость. Учёные называют её Бакулюмом. И до сих пор не могут разгадать, почему она исчезла. По одной из легенд, Ева в действительности была сотворена не из ребра Адама, как говорится в священной книге, а именно из Бакулюма. Поэтому эта кость сегодня и отсутствует у человека. Но это всего лишь один из вариантов прочтения древней легенды. Но что произошло на самом деле? Почему исчезла кость, обеспечивающая самцам постоянную боевую готовность? И стали ли мужчины от этого более уязвимыми? Сенсационную версию на этот счёт выдвигают американские учёные. Они убеждены, мужчины потеряли Бакулюм потому, что сократили количество своих самок максимум до двух. Одной жены и одной любовницы. А значит, у современных самцов попросту отпала необходимость таким интимным образом конкурировать с соперниками. Однако генетические основы исчезновения этой кости до сих пор остаются неизвестными. Почему она исчезла полностью, а, к примеру, не деградировала, как хвост в копчик? Оказалось, ответ прост. Чем больше эта кость, тем меньше мозг мужчины. К такому сенсационному выводу пришли учёные и определили. Для эволюционного скачка и превращения из обезьяны в настоящего Адама мужчинам пришлось навсегда избавиться от этой причинной кости, а взамен нарастить мозг. Это кость, однозначно. Но в природе довольно-таки распространённое явление. Есть и у приматов, и у собак, и у рыб, там, млекопитающих всяких морских. У человека он исчез. И в первую очередь это связано с тем, что человек изменил свой образ жизни. И в первую очередь перешёл к моногамии, от полигамии. Потому что суть полигамии – это засевай как можно больше. Поэтому здесь не преобладают такие чувства, как вот любовь, забота, уважение. Но, так сказать, близость надо мужчине заслужить в современных условиях. Правильно? А когда у тебя такая торчит кость, то не нужно заботиться о каких-то сложных чувствах. И, соответственно, человек утратил вот эту кость на причинном месте, потому что его жизнь стала сложнее. Но всё это было после. А вот как выглядел наш доисторический папа? Ответ на этот вопрос попытались отыскать генетики. Известно, что каждый ген в организме человека за что-то отвечает. Один за возраст, другой за здоровье, третий за красоту. Но есть гены, предназначение которых науке до сих пор неизвестно. Только недавно расшифровка одного из таких генов обернулась настоящей сенсацией. Оказалось, что он отвечает за информацию о самом первом предке человека. А значит, впервые человечество может получить точный ответ на вопрос, от кого мы произошли и кто наши доисторические предки? Тропические обезьяны? Морские рептилоиды? Или человек появился в готовом виде, благодаря внезапной мутации? Учёные с нетерпением взялись восстанавливать облик нашего древнего предка, и выяснилось невероятной. Доисторическим папой всех землян оказалось существо, как две капли воды, похожие на того самого инопланетянина, который нам хорошо знаком. Большая голова, раскосые глаза, отсутствие подбородка и маленький рот. Вот только возник вопрос, откуда в человеческих генах образ инопланетянина из голливудских звёздных войн? Продолжив изучать ДНК современных людей, учёные пришли к шокирующему выводу. 14 тысяч лет назад на Земле существовали неизвестные науки, человекообразные существа с высокоразвитым интеллектом. Более того, эти загадочные умники так активно вступали в любовную связь с самками наших древних предков, что в результате почти полностью сформировали генотип современного человека, придав обросшему шерстью, с приплюснутым лбом и обезьяньей челюстью первобытному человеку вполне современный вид. Так люди обрели гладкую кожу с остатками волос только в интимных местах, аккуратные черты лица и тонкие пальцы с ничего не решающими ногтями. Но дело, конечно, не в красоте ногтей, а в том, что именно в этом облике человек вдруг начал демонстрировать невероятные интеллектуальные способности. После миллионов лет унылого выкапывания съедобных кореньев, он за какие-то 5-7 тысяч лет совершил невиданный скачок от палки-копалки до изобретения колеса, плавки металла и ядерного реактора. Нас отличает от ближайшего родственника, там, шимпанзе, около 500 неких генов, которые дали нам некоторые качества, серьезно выделяющие нас из животного мира человека. Это наводит на мысль о том, что какое-то вмешательство в ДНК было сделано. И действительно, вот эти 500 небольших участков гена, они сыграли некую принципиальную роль. А в остальном на 97% наша ДНК схожа с ДНК укульчатых червей или мухи-дрозофилы. Но кто же они были, эти таинственные гости из прошлого? Откуда на Земле взялись? Как выглядели? И почему так внезапно исчезли? Долгое время у ученых не было ответа на этот вопрос. Однако недавно археологи обнаружили сенсационную находку. А еще не знаешь, что такое кэшбэри? Да это же самая простая и самая эффективная система взаимного кредитования. Здесь ты можешь с легкостью взять деньги в долг или дать их взаймы. Под проценты. Я сам инвестирую здесь уже достаточно давно. И зарабатываю на этом неплохие деньги. Хочешь зарабатывать так же? Тогда переходи по ссылке в описании и регистрируйся на кэшбэри прямо сейчас. С нами просто и прибыльно. Шокирующую находку обнаружили археологи. Аномального размера округлый череп, которому, кажется, нет места в привычной картине нашего прошлого. Вот посмотрите, как он выглядит в сравнении с человеческим черепом. Между ними гигантская разница. Изучив эту странную находку, исследователи сообщили, останки принадлежали людям, которые жили несколько десятков тысяч лет назад, но потом неожиданно исчезли. Объем мозга этих существ превышал размер нашего мозга на треть. Ученые назвали их боскопами. Боскопы, или так называемые большочерепные представители вида человеческого, были обнаружены не так давно, в начале 20 века в Африке. И они отличались от хомо сапиенс только тем, что они имели повышенный размер черепа, примерно на 30%. Причем именно за счет лобных долей. Так вот, эти боскопы, они превышали те задачи, которые, по своему мозгу, которые возлагались на человечество вплоть до текущего времени. Однако парадокс в другом. Боскопы стали неинтересны науке. Антропологи решили, что в их останках нет ничего необычного. И ученые, вероятно, имеют дело с больными особями. И хотя еще в 1923 году знаменитый антрополог Раймонд Дарт, который открыл Австралопитека, доказал, что большой мозг у боскопов вовсе не результат болезней, а норма, другие ученые с этим не согласились. Ведь в этом случае придется пересматривать всю стройную картину мироздания и эволюции человека, которая рассыплется на мелкие осколки. Но вот что самое невероятное. Когда антропологи закончили реконструкцию лица таинственного боскопа, научный мир ахнул. Ведь из глубины тысячелетий на них смотрел типичный инопланетянин. Маленький рост, тонкие длинные руки, большая голова и миндалевидные раскосые глаза. Удивительно, но такими инопланетян рисуют наши дети и делают это, не задумываясь. Именно таких существ изображали и древние инки на своих каменных календарях, называя богами, спустившимися с небес. Так появилась шокирующая гипотеза. Боскопы – это потомки инопланетян и наши прямые предки. В это сложно поверить, но ученые до сих пор находят в труднодоступных уголках Земли, не затронутых влиянием цивилизации, племена, чьи физиологические особенности легче объяснить инопланетным вмешательством, чем отыскать другие непротиворечивые предположения. Так в Африке ученые обнаружили племя двупалых людей. Антропологи стали изучать эту особенность и выяснили, что в племени двупалые начали рождаться очень давно. Но самое удивительное в том, что по рассказам старейших, несмотря на то, что за всю историю кровь их рода смешивалась с кровью обычных людей, эта особенность не исчезает. А значит, вырождение племени двупалым не грозит. Но что же это означает? Неужели эти люди обладают особенным, неприсущим другим землянам инопланетным геном, который и дарит им такую особенность? Этой гипотезой придерживаются и английские антропологи. Они всерьез полагают, около 50% нынешних землян по своим генам являются потомками космических пришельцев. Если убрать детали, собственно говоря, две основных теории или точки зрения – это спонтанное происхождение человека разумного в результате многолетних совпадений, мутаций, естественного отбора. И вторая – это происхождение человека как результат творческого акта, который тоже разбивается, в общем-то, на два основных направления. Традиционное – признает происхождение человека по велению и замыслу Творца Бога. И вторая, так сказать, приписывает происхождение человека в помешательству инопланетных разумных существ или иномерян. Более того, ученые полагают, через каких-то 300 лет человек будущего будет сильно отличаться от нас с вами. Эволюция продолжается, и специалисты, оглядываясь на прошлое, гадают, каких сюрпризов от нее еще ждать. Вот посмотрите, этот шокирующий портрет человека будущего нарисовали не какие-нибудь фантасты. Авторитетные американские антропологи. Привычка пережевывать все более легкую пищу сделает наши лица похожими на детские. Круглыми, с маленькими подбородками. Со временем станут мельчать зубы, пока вовсе не исчезнут. Обилие информации потребует более крупного мозга и, соответственно, черепа. Голова увеличится и округлится. И вот что в итоге получится. Посмотрите, какая пища потребляется нашими космонавтами. Это тюбики. Они жидкую пищу выдавливают из тюбиков и вот таким образом питаются. У них нет возможности пожевать мясо, нет возможности, так сказать, рвать какие-то корни растений, размалывать. Это все не надо им, потому что все в жидком состоянии. Если человечество на протяжении долгого времени будет пользоваться очень жидкой пищей, конечно, произойдет атрофия полностью жевательного аппарата, он не нужен будет, вот, и желудочно-кишечного тракта. Но это только один из возможных вариантов развития событий. По другой версии мы с вами будем напоминать мерзких существ, на которых без слез и не взглянешь. Видите этого обрюзшего коротконожку? Это, по мнению австралийских ученых, Адам 23 века. Всего через каких-то 185 лет так будут выглядеть исключительно самые привлекательные мужчины. Австралийские ученые поначалу создали этого уродца, исходя из практически фантастических расчетов. Решили спроектировать человека, анатомически приспособленного для выживания в автокатастрофах. Но антропологи ахнули, насколько точно эти фантазеры попали в точку. Ведь именно так, оказалось, и будет выглядеть человек в будущем. Посмотрите, у него толстая, непробиваемая кожа. Ребра прикрыты жуткими жировыми складками, которые защитят грудную клетку, сердце и легкие не хуже обычных костей. Бросается в глаза и округлая, шлемообразная форма черепа. Она понадобится мужчине будущего, чтобы успевать обрабатывать огромный поток информации. В далеком будущем мозг человека, очень умного человека, будет весить и 100 килограммов, и выше. Ну, естественно, для того, чтобы держать такой большой тяжелый мозг, надо иметь и твердые, так сказать, кости, шею, туловище, позвоночник. Ну, эволюционно вот так вот будет и развиваться человечество. Третьего не дано. Но и это еще не все. Посмотрите на это плоское лицо, в котором буквально прячутся и нос, и уши. И вот видите, совсем отсутствует шея. Шарообразная голова буквально вдавлена в узкие плечи. Ноги у человека будущего снабжены дополнительными суставами, которые будут гнуться в разные стороны. В целом, такое тело выглядит жутковато с точки зрения эстетики. Но, быть может, эти уродцы приобретут новые возможности, которыми снабдит их это необычное тело. Похоже, никаких приятных преобразований от природы ждать не стоит. Ученые соглашаются с этим, с одной лишь поправкой. Еще не ясно, какие коррективы в облик человека будущего внесут современные технологии. Ведь многие исследователи убеждены, на протяжении всей нашей истории в эволюции человека искусственным образом вмешивались. Звучит невероятно. Но последние находки ученых делают эту гипотезу реальнее. Самые шокирующие гипотезы тайны человека. Эта книга для тех, кто хочет знать о себе, о своем теле и, конечно, о своей душе больше, чем об этом написано в учебниках. Ищите книгу в бумажном варианте или скачивайте на сайте letress.ru В 2013 году археологам удалось обнаружить в районе западного берега реки Иордан фрагменты скелетов мужчины и женщины. Мужчина низкорослый, с приплюснутым носом и низким лбом, похожий на неандертальца. Женщина совсем другая. У нее длинные конечности. Реконструкция черепа показала чрезвычайно красивое лицо. А объем головы свидетельствует, что мозг был намного большего объема мозга современного человека. Неужели археологам удалось отыскать останки первых людей, прародителей всего человечества? Ученые признали, что эта находка действительно не укладывается в рамки привычного и, возможно, сделает библейскую историю, биографии всего человечества и прольет свет на наше происхождение. Мужчина и женщина, не похожие на обычных людей. Мысль о том, что может быть найдена могила и останки Адама и Евы, не на шутку встревожила ученых. Ведь эта находка способна пролить свет на наше происхождение и, наконец, дать ответ на вопрос, как выглядели первые люди, облик которых был подобен богам. В Библии сказано буквально «И создал бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». То есть был какой-то земной прах, по-научному генетический материал, и из этого материала необходимо было что-то сотворить. Но вот как он должен был выглядеть, первый человек, таких указаний нет. Библия четко говорит, что человеческая раса берет начало всего от двух людей. Но насколько отличались между собой эти два человека? Ученые выдвигают на этот счет шокирующую гипотезу. Существует интригующая вероятность того, что Ева была самым настоящим клоном Адама. Известно, что наука клонирования предусматривает взятие ДНК из одного организма и использование ее для создания практически идеальной копии оригинала. Здесь же бог взял часть плоти с клетками, и самое главное, с ДНК Адама, и использовал все это, чтобы создать женщину. Так говорится в Библии. Взяли ДНК от Адама. Отписано ребро, это имеет непрямой смысл. А здесь можно как бы говорить о его генетическом материале, если говорить правильно. И вот на базе этого генетического материала, и, может быть, еще добавили опять божественную часть от создателя ДНК, и получилась уже женщина Ева. Более того, российские исследователи полагают, что райский сад является самой настоящей генетической лабораторией, в которой искусственно создавали первых людей Адама и Еву. И хотя это предположение кажется фантастическим, исследователи утверждают, что в библейском тексте существует указание на то, что до Адама и Евы землю уже населяли живые разумные существа. Вот убедитесь сами. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека. Из Эдемы выходила река для орошения рая, имя одной – Фессон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. Имя второй реки – Гихон. Она обтекает всю землю Куш». Но что это? Как реки Фессон и Гихон, а также земли Хавила и Куш получили свои названия? Неужели их им дали люди, которые населяли землю задолго до Адама и Евы? Но были ли это действительно люди? Или же по земле ходили иные существа, лишь напоминающие человека? Иначе зачем Богу понадобилось создавать людей искусственно? В Библии описано положение рая, из которого, значит, огороженное место, и из него вытекала река, разделяясь на четыре, для орошения рая. И написано, что слева находилась земля хананская, то есть жили хананы, и с правой стороны – Ассирия, то есть государство ассирийское. То есть ассирийцы уже существовали в тот период. И, видимо, тот, кто создавал рай, ну, я назову его так начальника лаборатории, он предусмотрительно для этого и огородил рай, и поставил охрану, чтобы не допустить, ну, непрошенных гостей. А ведь версия о допотопной лаборатории по клонированию людей не такая уж фантастическая. Мало кто знает, но на пороге подобных операций вот-вот окажется Исландия. Она с недавних пор стала самой большой генетической лабораторией мира. В 2013 году ученые занесли ДНК всех исландцев в базу и затем запустили шокирующее мобильное приложение, предупреждающее об угрозе кровосмешений. Каждый желающий теперь в Исландии может проверить при помощи своего телефона, насколько тесно он связан с человеком, которого встретил. И это только начало. Уже в 2014 году в этой стране стартовала новая кампания по сбору образцов ДНК. Комплекты для слюны разносят и забирают представители специальной поисково-спасательной службы, которых исландцы почитают как супергероев. Ученые хотят знать о жителях страны всё. Есть ли у них генетические заболевания, какой IQ, что они могут своими генами привнести в развитие нации и есть ли среди них гений? Ведь ученые всерьез полагают, что человека будущего можно будет буквально слепить из генов, не выходя из научной лаборатории. Уже сегодня есть такие исследования, которые позволяют корректировать гены, убирать всё лишнее, создавать свой уникальный генотип. В скором времени такие эксперименты могут стать обыденностью. Полагаю, что именно так начнётся стремительное движение к вымиранию человечества. Не будет никакой связи между поколениями, не будет индивидуальности. Человечество будет постепенно исчезать как вид. А значит, не за горами создание идеальных гениев с внешностью голливудских актёров, которые будут рождаться в обычной лабораторной пробирке. Но это лишь один из вариантов развития событий. По другой версии, эволюция человека будет проходить вовсе не в земных условиях. Виды изменяться люди будут в космической среде, в миллионах километров от земного шара. По-настоящему шокировали своим заявлением китайские учёные. По их прогнозам, эволюция человечества получит неожиданный поворот. И наши потомки с большой долей вероятности будут развиваться на других планетах. Генетики попытались смоделировать человека, способного выживать в космическом пространстве, и получили шокирующий портрет. Это существо вряд ли будет напоминать нас с вами. Но это не совсем в той мере человек, как мы себе представляем. Существо о четырёх конечностях, руки, ноги, голова. Отдельные сгустки, некие мыслящие, которые будут принимать те или иные формы для каждого конкретного места в Солнечной системе, наиболее приспособленные для этого места. Скажем, там, где есть метановые моря и азотистые облака, там будет человек на, скажем, может быть, не на кислородной основе, а на азотной. А там, где плещутся моря плавиковой кислоты, там будет человек, у которого вместо кислорода будет фтор. Кроме того, в будущем человеку придётся научиться вырабатывать кислород самостоятельно. Ведь спасительной земной атмосферы уже не будет. Так, по некоторым расчётам, человек, словно обычное растение, научится добывать энергию и кислород из солнечного света. Но невероятное в другом. Если эволюция будет происходить всё-таки в условиях одной из планет Солнечной системы, изменения будут намного кардинальнее. Например, на Меркурии, где температура колеблется от минус 180 до плюс 400 градусов по Цельсию, даже в скафандре человек либо сгорит заживо, либо замёрзнет до смерти. Но в том случае, если на полюсах, в области вечной ночи, будут созданы закрытые космические города будущего, облик меркурианца будет примерно таким. Вот, посмотрите. Это существо чем-то напоминает снежного человека, Йетти. Развиваясь в полярных частях Меркурия, люди, скорее всего, приобрели бы и толстую кожу, и вот такой густой волосяной покров. Гравитация на планете в два раза меньше земной, а значит, Меркурий населяли бы сильно исхудавшие гиганты с тонкими костями и вытянутыми головами, говорят специалисты. Человеку нужно будет много тепла, поэтому он сильно покроется волосами для того, чтобы утеплиться. И женщины, и мужчины будут такие волосатыми, ну, как обезьяны современные. Это раз. Во-вторых, дышать холодом, значит, плохо в том отношении, что холодный воздух может вызвать пневмонию. Для этого нужно удлинить дыхательную систему, в том числе нос. Нос должен быть у человека, который живет постоянно в холодном климате, длиннее для того, чтобы во время вдыхания в ансу, значит, холодный воздух согревался и в легкие входил уже теплый воздух. На Венере, по расчетам ученых, время жизни человека составило бы всего секунду. Ее атмосфера на 98% состоит из углекислого газа. Давление в 92 раза больше земного, и всю планету окутывают облака серной кислоты. Здесь вполне мог бы располагаться библейский ад. Но если бы человечеству удалось заселить Венеру, то вот по какому пути пошла бы эволюция. Посмотрите на это жуткое существо. Венера буквально закутана в кокон непроницаемых облаков. А значит, у венерианцев, вероятнее всего, были бы огромные темные глаза, кожа обладала бы жаропрочными свойствами и была бы кристально-белой, если не совсем прозрачной. А вот по своим размерам эти существа превысили бы гигантских земных слонов, были бы широкими и округлыми из-за венерианской гравитации. На Марсе в одном только скафандре человек может прожить несколько суток. Именно поэтому Красная планета – первый кандидат на масштабный переезд всего человечества. Но без закрытых городов обойтись не получится. Атмосфера здесь на 95% состоит из углекислого газа, а радиация настолько высока, что может убить человека. Но если люди адаптируются к марсианским условиям, то из-за большого количества марсианского углекислого газа их кожа станет синей. Создать атмосферу, ну, пускай даже в закрытом пространстве, в каком-то модуле, в котором будут жить эти переселенцы марсианские, 100% нельзя. Это даже, естественно, по фильмам про Марс, да? То есть будет нехватка кислорода, не тот состав, допустим, вот как сейчас здесь, тут есть какой-то, может, какой-то процент какого-то газа, да? А там он не будет. Ну, азот, содержание азота, прочее, прочее. То это уже влечет к изменениям, приводит к изменениям каким-то уже в организме, в структуре. Наличие хоть какой-то жизни на Юпитере маловероятно, говорят ученые. Скорее всего, попавший сюда человек попросту задохнется в эмиачных парах. Нечто подобное произойдет на Сатурне и Нептуне. К примеру, на Сатурне ветер дует со скоростью в 1800 километров в час, и поэтому способен просто разорвать все живое на части. Другое дело на Луне, где условия намного благоприятнее. Несмотря на то, что там нет ни атмосферы, ни магнитного поля, а значит, радиация очень высока, тем не менее, условия приближены к земным. И если человек поселится на Луне под стеклянными куполами, облик его чем-то будет напоминать четвероногую каракатицу. Кости станут толще, кожа будет бугристой, а шевелюра исчезнет вовсе. Рост сократится более чем в два раза, и лунные люди абсолютно точно будут вновь передвигаться на четвереньках. Не так давно генетики пришли к неожиданному выводу. У современного человека не может быть предков среди других первобытных людей. Различия в генах настолько существенны, что нас с вами нельзя считать потомками или даже просто родственниками знаменитых неандертальцев и кроманьонцев. Это открытие не только поставило под сомнение устоявшуюся теорию происхождения жизни, но и вызвало массу вопросов. Откуда взялась наша человеческая раса? Появилась ли она в результате эволюции на нашей планете? Или пришла совсем из другого места? Ведь корни современного человека обрываются несколько десятков тысяч лет назад. Исследователи выдвигают на этот счет сенсационную версию. Предки человека могли зародиться совсем в иных условиях. И родиной наших прародителей мог быть Марс. Звучит невероятно, но многочисленные снимки с Красной планеты не так давно позволили геологам сделать сенсационный вывод. В Солнечной системе сложные формы жизни развивались не только на Земле, но вероятнее всего и на Красной планете. Марс был как Земля. То есть на нем цивилизации, моря там существовали, растительность, животный мир, все было как на Земле. То, что Марс стал таким безжизненным, это произошла катастрофа. Ну, она известна, значит, между Марсом и Питером была планета, которая погибла по причине столкновения с другим космическим методом, более массивным. Возможно, Марс попал в тот момент, когда прошла катастрофа, он находился поблизости. И вот эта ударная волна, вот этот огонь, вот эти осколки, они, значит, сорвали атмосферу, уничтожили все, превратился в раскаленный шар. Бурый цвет Марса, говорят ученые, не случайен. Это прямое доказательство погибшей когда-то там жизни. Эксперты утверждают, если на Земле вырубить все леса, то ветер развеет по пустыням оксиды железа, и наша планета тоже станет красной, как Марс. Первое, что говорит о присутствии жизни, это мощное красноцветное кора выветривания. Она возникает только в условиях фотосинтеза, поступления, изменения атмосферы под действием жизни. Только жизнь создает кислородную атмосферу. Значит, жизнь была потому, что есть красноцветы, и жизнь была потому, что было много воды, были бесспорно океаны, и осадочные породы там видны. Специалисты подсчитали и выяснили, что поверхность Марса буквально проржавела. Потребовалось как минимум 4 тысячи триллионов тонн свободного кислорода. При этом известно, что в атмосфере Земли содержится почти в 3,5 раза меньше. А это может означать, что на Марсе, вероятнее всего, было гораздо больше развитых форм жизни, чем здесь, на нашей планете. Земля и Марс, они практически прошли однотипный ход развития, эволюция шла. И там, и там примерно одинаково. И там, и там возникали, по крайней мере, мы сейчас не можем точно сказать. Но кара Марса насчитывает возраст 4 миллиарда лет. Американцы измерили. А вот, значит, с тех пор возникли там океаны. Несомненно, на Марсе были огромные океаны. И эти океаны, вода и достаточно тёплая обстановка создавали условия для развития жизни. Настоящей сенсацией в своё время стало открытие хорошо развитой марсианской системы речных долин. На снимках с Марса учёные обнаружили гигантские сухие русла рек с выраженными террасами. Они не были засыпаны песком и отлично сохранились. Это значит, что ещё недавно на Марсе было тепло и текли реки. Почему они высохли? Почему промёрзли до дна марсианские океаны? Остаётся загадкой. Однако, по одной из версий, на Красной планете произошла глобальная катастрофа, уничтожившая тёплый климат многочисленных животных и, как считают многие учёные, разумных существ. Вот посмотрите на эти шокирующие снимки. Видите, эти удивительные объекты практически неотличимые от обычных человеческих черепов. Вот смотрите, видны глазницы и отверстия на месте, где обычно располагается нос. Только вдумайтесь, марсоходы передали на Землю уже три таких снимка. На всех черепа. Внешне белые и блестящие, совсем не похожие на обломки горных пород. Это, несомненно, костная ткань, что это не камни, что это кости. А почему? Потому что в некоторых случаях видно отщепы. Отщепы точно такие же, какие возникают от бивней мамонта. Вот когда бивни мамонта разрушаются в вечной мерзоте, то очень скоро на его поверхности начинают появляться специфические отщепы. И эти отщепы видны на костях, которые есть на Марсе. Но и это еще не все. Марсоход сфотографировал также загадочный объект, напоминающий скелет и череп большой птицы, страуса или допотопного ящера. Вот, убедитесь сами. Четко видны глазницы, клюв и длинные челюсти. Если ученые делают подобные находки на Земле, то они не сомневаются, что перед ними ископаемые останки древних животных. Но что, если и для Марса подобная находка не исключение? Все эти снимки, говорят ученые, свидетельствуют о том, что на Марсе обитали различные животные и, быть может, даже разумные существа. Более того, многие исследователи не исключают, что исчезнувшие марсиане могли опережать нас в своем развитии. Но удивительное в другом. Вполне возможно, говорят ученые, что земляне генетические потомки марсиан, техническое развитие которых позволило им бежать с обреченного на гебель Марса. Человеческий зародыш, развиваясь в теле матери, постоянно дышит по нижним уровням кислорода. На нашем уровне это как кислородное голодание. А ему все хорошо. Он стремительно растет, развивается. И когда исследовали вот этот процент кислорода, который поступает через плаценту, выяснилось, что это как раз тот уровень кислорода, который мог бы быть на Марсе лет 15-20 тысяч назад, когда он еще не растерял его. И это указывает на то, что возможно мы решили. Нам мало что известно о нашем прошлом. И ученые наверняка не могут сказать, как появился человек и почему стал разумным. И хотя все больше новых фактов говорят в пользу того, что теория происхождения разумного человека от дикой обезьяны полна пробелов, ученые не способны пока их восполнить. Как не могут они предсказать и по какому пути пойдет человеческая эволюция дальше? Ведь вполне вероятно, что через сотни лет ученые будут считать, что сверхразумные расы, населяющие Землю, не могли произойти от примитивного человека, существа, которого мы сегодня называем вершиной эволюции. Согласитесь, в странной ситуации сегодня оказалось человечество. С одной стороны, ни один ученый не берет на себя ответственность заявить, что окружающая нас Вселенная это всего лишь каменная пустыня, где потомки древних обезьян действительно венец мироздания. А с другой нет ни одного прямого доказательства того, что кроме нас во Вселенной есть кто-то еще. Ни корабля, ни гостей, ни даже плохонького сигнала оттуда, где по нашим представлениям живут братья по разуму. Самые шокирующие гипотезы тайны нашей Земли. Эта книга для тех, кто хочет знать о планете, на которой мы живем, больше, чем об этом написано в учебниках. Первые экземпляры уже доступны. Ищите в бумажном варианте или скачивайте на сайте litres.ru В студии был Игорь Прокопенко. До встречи. В программе самые шокирующие гипотезы с понедельника по пятницу, как всегда, в 18.00. Игорь Продукт.